Юлия Проскурякова объявила о разрыве отношений. Некоторое время назад Юлия Проскурякова нашла замену своему мужу Игорю Николаеву. Речь идет, разумеется, не о личных отношениях, а о профессиональных. Жена композитора, ранее работавшая только со своим супругом, начала сотрудничество с автором песен Елены Есениной. Сперва они записали лирический дуэт за доченьку, а после выступили взрывной хит «Я, мать». Певица как раз недавно закончила съемки клипа на эту песню. Как вдруг стало известно, союз Проскурякова и Есенина прекратил свое существование. Юлия сообщила поклонникам, что разрывают все отношения с Еленой. Дорогие друзья, спешим сообщить вам, что Юлия Проскурякова и Елена Есенина больше не сотрудничают и не работают вместе. Написала она в соцсетях. В причинах, из-за которых так неожиданно растворился дуэт, пока ничего не известно. Но ходят слухи, что певицы поссорились на профессиональной почве. Теперь фанаты переживают за судьбу от снятого видео. Как же так, а клип не выйдет? Спрашивают поклонники Юлии. Между тем, поклонники Юлии вспоминают, как она познакомилась с Есениной. Общение началось со знакомства в соцсетях. Однажды вечером я уловила детей. У меня сын школьник и дочек, которой тогда было полгода. Я открыла соцсети, рассказывала Есенина. Зашла на страничку Юлии, с которой мы лично забыли знакомых, но которая была не всегда симпатичной. Раньше наше общение ограничилось лайками. А тут, глядя, как мирно посапливает в кроватке моя кружка Серафима, я вдруг решила, а почему бы мне не показать Юле мою песню на доченьку? Может, получится дуэт двух ярких женщин. А потом ответила, «Мне нравится, давай запишем песню побыстрее». И аранжировку сделает Игорь. Для меня была большая честь, что сам Николаевс, такой большой музыкант, будет работать с моей композицией. Юлия Проскурякова объявила о разрыве отношений, но поклонники уговаривают певицу одумала. Два года назад Игорь Николаев и Юлия Проскурякова стали родителями замечательной дочки Вероники. По этой важной причине Юлия на некоторое время покинула сцену и только спустя полтора года объявила о выходе своей новой песни. Супруга Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, все время пела только его песни. Появло сочинение. Однако на днях выяснилось, что артистка нашла ему замену и решила теперь сотрудничать с Еленой Несениной. Их первой композицией стала замечательная песня «За доченьку», а следующий хит «Я мать». Уже пела вся страна. Знакомство двух артисток состоялось в интернете, ведь Проскурякова и ее новоисточенная подруга живут в разных городах. Девушки стали переписываться и выяснили, что у них есть масса общего. Они обе талантливы, перспективны и обе практически в одно время стали мамами. Елена написала песню «За доченьку» и посвятила ее своей малышке Серафине. Эту трогательную композицию артистка решила исполнить вместе с Юлией. Супруге Николаева эта идея понравилась. Игорь тоже не остался в стороне и сделал музыкальную аранжировку. Певицы как раз недавно закончили съемки клипа на эту песню, как вдруг стало известно, союз Проскуряковой и Есениной прекратил свое существование. Об этом в своем блоге-микроблоге сообщила сама Юлия. Дорогие друзья, с бессшим сообщить вам, что Юлия Проскурякова и Елена Есенина больше не сотрудничают и не работают вместе. Никаких подробностей молодая мама сообщать дополнительно не стала, но, по слухам, девушки крупно поссорились на профессиональной почве. Поклонники Юлии шокированы таким неожиданным известием и стараются напомнить своей любимице, как трогательно они с Еленой познакомились. Однажды вечером я улыжала детей, у меня со школьники дочь, которой тогда было полгода, и открыла соцсети, рассказывала когда-то Есенина. Зашла на страничку Юлии, с которой мы лично не были знакомы, но которая была мне всегда симпатична. Раньше наше общение ограничивалось лайками, а тут, глядя, как мирно посапливает в кроватке моя крошка Серафима, я вдруг решила, а почему бы не показать Юлию мою песню за доченьку? Может, получится, дуэт двух мам. Написала Юлия, она попросила писать куплет, потом второй, и в результате ответила, мне нравится, давай запишем песню побыстрее. Будем надеяться, что эти воспоминания заставили девушек переосмыслить свои решения, и мы все-таки сможем увидеть клип на взорвавшей социальной сети и я-мать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok